На кремлевских телеканалах уже не заморачиваются со сложными сюжетами о зверствах киевских карателей. В эфир выдают откровенную халтуру. В фокусе ОМТВ оказался материал из выпуска новостей на РЕН-ТВ. Теперь не нужно даже упоминать название поселков, которые якобы обстреливают украинские силовики. Ведущая Екатерина Агафонова рассказывает, как украинцы уничтожили из минометов почти все дома в вымышленном поселке. На видео действительно показаны разрушенные дома. Люди боятся выезжать оттуда, откуда не уточняется, потому что на дороге появилась некая табличка. Там нет света и воды, жители боятся уезжать оттуда, потому что накануне рядом с единственной дорогой появилась табличка с надписью «мины». Сейчас завалы пытаются разбирать и ищут погибших и раненых. В подтверждение преступления хунты комментарий какой-то неидентифицированной женщины. Ей зритель также должен поверить на слово. Заканчивается материал сообщением об обстрелах Горловки. На видео меняется титр. Вместо Луганской выскакивает надпись Донецкая область. Но видеоряд взят из съемок того же самого загадочного поселка. Не затихают обстрелы и в Донецкой области. Украинская армия атаковала Горловку. Силовики применяли тяжелые орудия. При этом очевидцы говорят, что в небе постоянно кружат беспилотники. Что это? Лень или непрофессионализм новостейной команды РЕН-ТВ? Уже не важно. Как говорил, еще пребывая в здравом уме гуру кремлевской пропаганды Киселев, пипл схавает. Если говорить о пипл хавает, то он будет хавать постоянно снижение уровня. Еще пошли, еще галлее, еще любой эпатаж, любое снижение планки, любое снижение морали и правил пипл будет хавать. Но тогда в один прекрасный момент мы обнаружим себя просто в грязи, купающемся, как свиньи. И будет такое общество. И будем хавать друг друга вместе с грязью. И вот там мы себя найдем. А ниже уже опуститься будет нельзя. Я выстраиваю между собой и зрителям энергетический коридор и иду по нему. Систему строящихся газопроводов специалисты называют энергетический коридор. И этому коридору передачи энергии подчинено каждое слово, каждая грамматическая форма, каждая картинка и каждый жест. Если же вернуться к центральной теме коррупции, то вообще еще нигде в мире коррупция не была побеждена на митингах. Коррупцию вообще нельзя победить в одночасье, неким экспресс-методом. Проблему решает нравственная эволюция общества в сочетании с последовательной линией правоохранительных органов. И энергетический коридор нужен для того, чтобы вступить в эмоциональный контакт. В Америке бы такого могли просто пристрелить, а у нас нет. Но в сумятице, пока полиция будет брать провокатора под белые руки, может случиться все, что угодно. Я говорю только то, в чем я искренне убежден. То есть для нас вот эта энергия, которая в нас появилась, энергия объединения, энергия консолидации, она даст гораздо больше, чем тот ущерб, который нанесут эти санкции. Я абсолютно убежден, что это будет всегда человеческая журналистика, это всегда будет правдивая журналистика и всегда будет журналистика, которая будет создавать для России новые возможности. Можно ли утверждать, что именно российское информационное оружие сегодня определяет повестку дня на Донбассе? По большому счету, да, точно. Есть такая очень красивая идея, которую высказала профессор высшей школы экономики Анна Качкаев. Сказала, что это очень странная война. Солдаты, настоящие солдаты, их хоронят в тишине. А журналисты, которые умирают на этой войне, их награждают лаврами, их хоронят с лаврами. Я бы даже сказал, что здесь информационная составляющая конфликта даже важнее, чем военная очень часто. Но как могут ответственные журналисты из России, журналисты из Украины и подавляющее большинство журналистов из других европейских стран противостоять этой кремлевской пропаганде? При этом, что очень важно, подчеркиваю, самим не опускаясь до контрпропаганды. Опускаться к контрпропаганде, это вопрос этики, каких-то редакторских решений. Сейчас проблема более большая, что журналисты и западные, и украинские, потому что Кремль использует информацию как оружие, как средство манипуляции, они волей-неволей становятся частью тех целей, которые Кремль преследует. Почти что, в том смысле, что вот эти выборы в ЛНР, ДНР, пока весь мир туда смотрит, Кремль начинает какие-то военные действия. Но технологии. Да, в смысле их разыгрывать. Даже когда делаешь свою роботу хорошо, непонятно, втянули ли в тебя, в тот прием или в ту политтехнологию, которая Кремлю нужна. И это очень сложно с этим бороться. Даже хорошему и очень ответственно журналисту. А как быть, ладно, журналистом, как быть простым людям, местным жителям на востоке Украины, на которых сегодня обрушивается такая лавина информации, что это у них уже вызывает встречное отторжение к любым новостям. И фактически это тоже технология, это тоже цензура, только при большом количестве источников информации. Вы знаете, как быть человеком, я думаю, что мы должны им помогать, потому что очень важно, чтобы начали давать людей такое медиаобразование, чтобы люди начали понимать, как их разыгрывают и как ими манипулируют. Мы, похоже, видим с людьми, которые попадают в секты. Как их можно вытянуть из секты? Говорить им правду бессмысленно, потому что они уже, как вы говорите, ничего не верят. Они уже эмоционально привязаны к другой медийной повестке, к кремлевским каналам. Секты людей только вытаскивают, заставляя их думать за себя и понимая, как ими манипулируют. Нужно как-то дать людям средства, чтобы понять, как их разыгрывают. И тогда они могут начать за себя думать. Я думаю, что главные алгоритмы именно из мира, как вытаскивать людей из сект. Редактор субтитров А.Семкин